Когда меня товарищи спрашивают, какую машину купить, я говорю, меня не спрашивают, я фанат марки. Но вот эта машина, которая стоит здесь в кадре, это Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1990 года выпуска, который участвовал в приключениях Camel Trophy на Байкале. Это было первое приключение Camel Trophy, которое проходило на территории Советского Союза. Все эти приключения приходили в очень сложных дорожных условиях. В некоторых местах все время приходилось строить мосты. Я помню, что мы были в Парагвае, в это время выпало очень много дождей, то есть это практически мы плыли по воде. Были случаи в истории Camel Trophy, когда машину приходилось перебрасывать вертолетом, потому что дальше уже просто нет дороги. Я горжусь тем, что слово Camel Trophy мы сделали в России нарицательным. Если вы сейчас посмотрите какие-нибудь автомобильные журналы или тот, кто увлекается всем этим оффроудом, то у них даже есть такое выражение. Ну, дорога была как на Camel Trophy, потому что это действительно было самое сложное внедорожное приключение, где автомобили Land Rover показали, на что они способны. А это же обычные автомобили. Он называется Camel Trophy Spec только за счет того, что на него поставили лебедку, сделали снизу небольшую защиту, каркас безопасности и экспедиционный багажник. А так это обычная машина. Сюда было привезено 30 автомобилей, на которых участники из 16 стран соревновались на Байкале. Эта машина осталась здесь для того, чтобы мы могли в дальнейшем использовать ее для национальных отборов, для подготовки команды. Мы ее тоже использовали для различных роуд-шоу. Много раз она ездила по всей нашей стране. Она участвовала в отборах, которые мы проводили среди наших участников в Красной Поляне, в Сочи. Кстати говоря, именно на этой машине мы конвоем шли обычно в Сочи, там вот 5 или 6 таких машин. Я всегда вот любил вот эту, потому что это редкая машина. Она, если вы видите, она трехдверная, поэтому очень удобно. Все там назад забросаешь, собаку еще посадишь, и ты спокоишь, никто не вылезет, не выпадет. Поэтому это вот единственная машина, когда приключение закончилось в 2000 году, то эту машину мы выкупили у собственной компании, оставили себе в коллекцию. У нас в коллекции несколько таких машин разных лет, но это самое ценное, потому что эта машина прошла 1 миллион 153 километра. Я все время говорю, вы знаете, я говорю, я а. держу английских саттеров, б. стреляю из английских ружей. И последнее держу на английских автомобилях. Вот такой я англофил. Поэтому, конечно, я эту марку очень люблю и не планирую ее ни на что менять. Мне она очень нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова